На прием приехали люди из разных районов, в числе заявители Александр Потетько из станицы Ленинградской. Свой дом на переулке Победы мужчина, как и другие его соседи, вынужден отапливать дровами, при том, что газ подведен к населенному пункту. А решить в одиночку эту проблему у жителей улицы не получилось. Деньги мы собрали, их не хватает на прокладку азопровода, низкого давления. В 2016 году край нам деньги не выделил, в 2017 тоже. Почему у нас в прошлом году, позапрошлом на эти цели деньги не были? Евгений Иванович, мы делаем то, что в 2016 году нам выделяли по линии министерства сельского хозяйства 10 миллионов на подводящие газопроводку поселку и звезда его выполнили. Это в станице Ленинградской. Вот только отработается такая возможность, и нам министерство сельского хозяйства пошло на встречу, и в эти деньги выделяются. Мы и должны забывать про жизнь простых селян. Самое сложное, газ дошел до населенного пункта. А коллеги, здесь давайте дальше делать все, чтобы он дошел и в дома. Все, это основная задача. Поэтому министерство сельского хозяйства, программу еще раз посмотрите на следующий год. И вот газификация дворов, чтобы на самом деле была не только на бумаге, а в реальной жизни. Ирина Якунькина, воспитатель из станицы Федоровской, Ардинского района, в приемную президента обратилась от лица всех жителей. В их главном месте досуга Доми культуры прохудилась кровля. Местные власти посчитали на ремонт нужно около двух миллионов рублей. Я живу рядом с клубом и вижу это все. Там сделано очень много работы. Окна поставлены, двери, проведено отопление везде. Но у нас одна проблема – крыша. Помогите нам с этим вопросом. Коллеги, я, знаете, честно хочу сказать, я согласен, что хватает проблем у каждого муниципалитета. Но с крышей уж, коллеги, позвольте, заметить вам, что уж можно самим как-то разобраться. Но два миллиона – это, понятно, сумма, но в то же время это не тот повод, чтобы они доходили до губернатора края. Или тем более до президента. Но уж можно два миллиона своими средствами как-то уже и изыскать. Вы правильно вопрос поднимаете. На самом деле, небольшие деньги. Я уж понимаю, знаете, это хуже некуда, когда вот крышу перекрыть уже должен или губернатор, или президент. По заверениям местного главы, капитальный ремонт крыши подведут до ноября этого года. К этому же сроку должны достроить и модульную котельную в станице Тимижебекской. Об этом на приеме граждан узнала Светлана Сикорская из Кавказского района. А значит, у местных жителей горячая вода будет круглый год. А по просьбе любого перепеча из хутора Гречаной Балки до конца этого года по поручению губернатора построят многофункциональную спортивную площадку. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.